Приветствую вас дорогие друзья, с вами я Анастасия Час. Сегодня понедельник, 26 сентября, начало новой недели. Не знаю как у вас, а у меня солнышко светит ярко, красиво, прямо в окно после недели проливных дождей и пасмурного такого неба. Сегодняшний день кажется самым таким прекрасным, самым светлым, самым ярким и так далее. Я вам желаю хорошего начала и бодрого такого новой недели. Вообще желаю, чтобы у вас все сбылось, что вы себе запланировали на этой неделе. И радости, радости, как можно больше радости, положительных, позитивных моментов в жизни и всего самого-самого хорошего. Ну что же, это очередной обзор на неделю, ну и немножечко на сегодня по основным валютным парам. Итак, друзья, на экране у нас пара евро-доллар. Какие ожидания у нас на эту неделю? Ну, мои индикаторы показывают мне, что мы будем продолжать движение вверх на неделю. Ну, не исключаю отката, конечно, сюда до линии недели. Это что у нас тут? 1,120,87. Ну и дальше на этой неделе я предполагаю, что, ну, если как показывают мне мои линии, что мы пойдем вверх, то следующая цель на неделях это 128,14, ну, возможно, даже и выше. 128,14 и можем откатить до 120,70, ну, может быть, даже чуть ниже. Все возможно. Относительно, сейчас я уменьшу, относительно сегодняшнего дня мне показывает, что мы будем продолжать движение вверх. Тоже вот линии дневные мне показывает, что мы будем продолжать движение вверх. Видите, после открытия мы сделали такой рывок, но потом откатили его до недельной линии. И опять пошли, вот, линию месяца и линию дневную мы ее сейчас вот протестировали. Очень даже возможно, что сегодня диапазон, то есть волатильность будет не очень высокая. Ну, а кто его знает? Ну, как правило, по понедельникам не очень такая высокая волатильность, но посмотрим. Возможно, мы еще раз вернемся вниз, чтобы протестировать разворотную линию дня. Это 121.70, где-то вот здесь, чтобы пойти дальше вверх. Ну, а дальше вверх я говорила, какие цели. Хотя вот, если посмотреть по часам, то видите, прям в течение даже не часа, а получаса, мы вот сделали такую, протестировали от недельной линии до дневной линии, строго в нее уткнулись, но посмотрим, что дальше нам показывает. Следующая свеча будет, возможно, опять-таки восходящей сразу, то есть вот мы откатили, возможно, еще откат вот сюда, и это где-то, сейчас скажу, 1.122.80 где-то, и пойдем дальше вверх, вполне возможно. Ну, вот такие ожидания по евро, друзья, на сегодня. Следующая пара у нас доллар-франк. Какие ожидания у нас по этой паре на этой неделе? Неделя мне показывает, что мы будем продолжать движение вниз, хотя движение не такое ярко выражено. Если посмотреть на неделях, то, сейчас немножко увеличу, я вам покажу. Вот цель, цель у нас где-то на 0.960.70, вот здесь цель по франку, если посмотреть на неделях, потому что неделя показывает, что мы будем двигаться вниз, и дневной тренд тоже, кстати, вниз, нисходящий. И недельный тренд нисходящий, и дневной тренд нисходящий. Ну, сами понимаете, я вам говорила, что когда есть какие-то непонятные, все равно непонятные вам движения, ну, внутри дня, то все равно надо смотреть общий, то есть недельный тренд. Недельный тренд показывает нисходящий, хотя месячный тренд у нас у вас сходящий. Вот месяц показывает, что мы вот повернули вот отсюда и идем вверх. Ну, посмотрим, видите, в течение месяца туда-сюда, то есть мы находимся как бы во флете, что ли, если взять месяц, вот туда-сюда, туда-сюда, флэт. Вот, поэтому смотрите, тренд нисходящий. Цель на неделях 960-70, ну, а если все-таки вдруг тренд станет восходящим, то цель может стать 975-90, но даже и выше. Ну, это первоначальная такая 975-90, но, возможно, следующая цель может стать 978-60. Это вот линия месяца. Вот, что относительно сегодняшнего дня, видите, как отработали в диапазоне, который показывает линии дня, но, повторюсь, линии дня, то есть показывает, что тренд дневной нисходящий. Мы вот оттолкнулись от линии недельной и дневной линии идем вниз. Мы посмотрим, не дошли до разворотной линии дня, но, вполне возможно, отсюда мы можем еще раз откатить сюда, к разворотной линии дня, прежде чем продолжить движение вниз. Вот такие ожидания у нас по доллар-франку. Следующая пара у нас фунт-доллар. Фунт-доллар показывает мне, что тренд недельный нисходящий еще. Куда мы пойдем, где наша цель, потому что мы вот идем, идем вниз уже реально. Но на месяцах я вам говорила, что показывают, что разворот ожидается. Ожидается разворот. И уже пересечение произошло, так что вполне возможно, что мы еще там чуть-чуть что-то протестируем внизу и развернемся. Но, видите, этот месяц показал, но мы пока что не развернулись вверх. Вот это что касается относительно месяца. Но вот смотрите, мои линии недельные показывают, что мы пока идем вниз. Но, скорее всего, на следующей неделе произошло уже пересечение. На следующей неделе мы повернем вверх. Тренд будет восходящий, то есть следующий месяц. Ну вот как-то так. А пока что недельный тренд у нас нисходящий. И смотрите, как красиво фунт и дневной тренд сегодня тоже нисходящий. Так что движение вниз, движение вниз, если честно, даже... Вот, куда мы можем прийти, ну чтобы показать, на неделях, неделях, куда мы можем прийти. На неделях мы можем прийти где-то, вот, если пойдем вниз, это... Сейчас скажу, какой тут уровень. Один двести восемьдесят шестьдесят, ну и даже, возможно, ниже. Вот такие ожидания, друзья, у нас по паре доллар... Ой, фунт-доллар. Следующая пара у нас доллар-иена. Ох, доллар-иена красиво уже пошла. Показывает, что недельный тренд у нас нисходящий. Вот они. Такой, ну, выраженный, нисходящий. И дневной тренд у нас тоже нисходящий. Вот произошло пересечение, мы пошли вниз. Поэтому уже смотрите, как на открытии уже мы так красиво вниз пошли, откатили, вот, отработали линию недельную, и где она пересеклась с дневной, и пошли дальше вниз. Цель на... Цель у нас, видите, мы, опять-таки, я вам говорила, что на неделях у нас тут есть очень такой уровень. Цель у нас на неделях, вот, это девятьсот шесть и двести восемьдесят четыре. И пока что дальше видно будет девятьсот шесть, двести восемьдесят четыре. Повторюсь. Вот, но все зависит вот от этого уровня. Уровень здесь какой у нас? Сто один пятьсот восемьдесят. Мы можем сейчас немножко вниз и откатить опять к этому уровню. Сто один пятьсот восемьдесят, чтобы протестировать еще раз. Что касается вот дневной, дневного тренда, я повторюсь, дневной тренд тоже нисходящий. И вполне можем отработать даже где-то вот сюда, обновить лоу, обновить лоу предыдущий. Это где-то на сто и ноль восемьдесят восемь, где-то вот можем сюда дойти. Вот такие ожидания у нас, друзья, по паре доллар-иена. Ну и напоследок, последняя пара, которую я уже традиционно даю, это австралийский доллар в паре с американским долларом. Какие ожидания у нас по этой паре на этой неделе? Недельный тренд у нас восходящий. Недельный тренд восходящий, но дневной тренд на сегодня показывает нисходящий. Так что вполне возможно, что мы сейчас можем откатить вот до семьсот семьдесят шесть сто семьдесят четыре, вот где-то сюда. И продолжить движение вниз до недельной линии семьсот пятьдесят восемь девяносто и до даже линии месяца семьсот пятьдесят восемь сорок семь. Где-то семьсот пятьдесят восемь пятьдесят. Вполне возможно, что мы можем сюда дойти. Но недельный тренд восходящий, повторюсь, поэтому вероятно, что цель на неделях у нас вот семьсот восемьдесят два тридцать семь. Ноль семьсот восемьдесят два тридцать семь, что вполне вероятно, вот эта цель. Относительно, но видите, показывает мне, что скоро мы можем развернуться все-таки вниз. Так что, возможно, и не дойдем до этой цели. Пересечение у нас происходит где-то на уровне семьсот шестьдесят девять и десять, где-то, где-то здесь. Ну, а дальше видно будет, потому что показывает пересечение. И, возможно, в следующей неделе мы будем продолжать движение вниз. Вот такие ожидания, друзья, по паре австралийский доллар с американским долларом. Я благодарю вас за внимание, желаю вам ураганного профита на этой неделе, солнечной недели, яркой, красочной, радостной. Счастья вам, всех вам благ. Я благодарю за внимание. С вами была Анастасия Час. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы, я с радостью вам отвечу. И пока-пока, до следующего обзора. Субтитры сделал DimaTorzok